Машины бились, бьются, да и будут биться. Это нормальное явление. И средняя статистика образца 1984 года говорила, что раз в три года вы машину поцарапаете. Ну тут, наверное, немножко все по-другому будет. Раз в пять лет хорошо стукнете, раз в 15 лет будет ДТП со смертельным исходом. Ну, Господь упаси вас от такого, но все-таки. Теперь надо понимать, где машины можно сделать грамотно. Грамотно машина сделать, в смысле дешево. Потому что в основном в больших сервисах вы платите за капитальные затраты на строительство. Короче, там много чего. За что вы переплачиваете? Реально машину в Америке, допустим, перекрасить примерно за 800 долларов с годовой гарантией. Россия страна немножко другая. И здесь на Суликов-11 вам машину перекрасят за 1000 долларов, ну за 30 тысяч рублей. Всю, целиком. Без материалов, естественно. Материалы можете пойти купить сами. Если кто-то у вас там начинает парить, что материалы это стоимость работ, то можете от него разворачиваться. То есть 30 тысяч рублей покрасили машину. Но в основном там машины бьются по мелочевке. Там шелкнулись, тут хлопнулись, и люди стоят и моргают. И я уже не могу слов найти себе, как описать вот это зрелище. Но это минимум 3 ДТП в день. Ну, люди. Во-первых, надо уезжать друг друга. А во-вторых, учитывая возросшую стоимость страховки, все-таки думать о том, что мелкие царапины можно отремонтировать и за недорого, и быстро. Здесь, на поселке Крылова, улица Суликов-11, это вот по Комсомольской, едите вверх, до водонапорки не доезжая, налево по хорошей дороге. И вот сюда приезжаете. Тут уже все понятно. А отто есть и на земле. Вы просто в пылу гордыни своей его не видите. Но постараюсь вам описать, что кроется за ощущением вечной правоты главной дороги, стремлением быть круче всех яиц и быстрее поноса. И естественно, автогражданка это от лукавого. Она в вас вселяет уверенность в защищенности. Но это ведь только лаве для страховщиков. И так маленькое такое ДТП. Да и большое. Дело в том, что этих ДТП в день от 40 до 50 штук по Магнитогорску. А вот машин разбора-то 2-3. И описать каждой офицеру полиции ручками это минимум полчаса. Это ведь человек, а не принтер. И так общее время разбора только офицерами на местах это сутки. Да мне не вас водила барана жалко, а полицейских. А вам минимум 4 часа ожидания на месте. А дальше централка. А там в небольшом помещении квадратов 25. У вас 80-100 человек. Тут математика простая. В ДТП ведь минимум двое. Удобно не пересказать как. Опять же благодаря вашему центропупию и только. Да и там все оформляет уже только один офицер полиции. То есть еще 4-5 часов. И это сутки геморроя. Причем свечи с маслом из печени акулы вам не помогут. Дальше сутки на разбор полетов. Дальше неделя тяжбы со страховыми. Дальше месяц-два возмещения ущерба. Или поиск денег на ремонт авто, если вы виноваты. Дальше еще 2 месяца вам автомобиль в дилерском центре будут делать. Это минимум. И вот вам награда за 10 секунд гордыни. Полгода пешочком и на трамвайчике. Мы все-таки переживаем. Потому что в Магнитогорске люди какие-то странные. Ездим по другим городам. И видим, что аварии по крайней мере меньше. Но мало того, за минимальные повреждения люди стоят и моргают. Вроде царапинка небольшая. Но что человека ждет ввиду того, что у нас поднялись уже пошлины на ОСАГО? Что их ждет? Их ждет штраф страховой компании. Я думаю, что когда человек очень долго пользуется страховой компанией одной и той же. У него накапливается скидка до 50%. И это существенно, когда платишь за машину, за новый полюс. И возвращаться к нулю, я думаю, что это не очень хорошо. Ну вот типичная проблема. Когда вот шоркнулись крылышком, потерли бампер. Во сколько выйдет восстановление? Даже если целиком красить крыло и бампер, то есть деталь 2,5 тысячи стоит работа. Ну плюс краска. Максимум все, две детали выйдет 8 тысяч. То есть это примерно большая часть суммы, которую человек просто заплатит за ОСАГО следующие? Да, так и есть. То есть тут еще зависит от автомобиля. В некоторых случаях же бывает, можно покрасить и локально, то есть не целиком деталь. Там вообще цена вопроса очень минимальная. И еще немного кадров из отделения реанимации. Напомним. Автомобиль – изделие из металла. Но это не танк. Металл в автомобиле толщиной максимум 2 мм. И это не сильно толще консервной банки. Любое препятствие, будь то столб железобетонный, или ограждение, или дерево, или камень – это приговор. А если вспомнить ужасы авиакатастроф, то если со скоростью лайнера расколбасить вашу машину, то от нее вообще ничего не останется. Центр умного восстановления «Феникс» возвращает ваше авто, и в некоторых случаях из небытия, при этом делая, а не состригая бабки на чужом горе. Конечно, вам надо понимать, что если удар был очень сильный, и скорости были приличными, то отвалится с мест крепления все, что под капотом. Весь навес превратится в пыль. Торпеда и баранка будут разворочены подушками, как и лобовое стекло. И ремонт – это 30-40% запчастей новых, или, если вам повезет, БУ. Так что первое, что вы должны сделать, увидев надвигающуюся проблему, это не чувствовать себя невероятно правым, а снизить скорость столкновения или вообще свалить куда подальше. Да у людей здесь дар какой-то – работать и быстро, и не спеша. Ну, быстро – это когда запчасти есть в наличии, и не спеша – это когда надо подумать и выстучать, ну, даже, допустим, крышу, которая уже вот так вот. Дело в том, что металл когда-то уже прессовали. Теперь надо его распрессовать обратно, и все будет нормально, будет дальше кататься. Но дар в чем еще проявляется? В том, что здесь, оказывается, сегодня и сейчас на Суриково-11 машины ремонтируют, ну, не тем специфическим образом, которым мы вам рассказывали раньше. То есть, ну, понятно, жестянка, покраска – это специфика. Это дешево, это дешевле, чем в дерево в городе, и это качественнее. То есть, вот эти понятия надо соблюсти. А мелкосрочка? Куда вы погоните свой автомобиль для того, чтобы стойку поменять? Или корзина с цеплением промялась, если? При этом, если вы куда-то приедете, и вам там начнут включать счетчик, типа, норма час, там, или еще что-то, да, блядь, все это, ребят. Коробку, что автомат скинуть, что механку, те же самые процедуры, ну, 10 болтов там, шрусы повыдергивали, привода, и все. За что переплачивать? Вы здесь не переплачиваете. Здесь все по-честному. У нас Уриково-11. Кстати, если у вас автомобиль не застрахован по каскам, вам при небольших косяках лучше вообще все решить полюбовно. Особенно, когда дело связано с ДТП на пешеходном переходе. Потому как внезапно и переходящий, пусть и по правилам, но баран, не понимающий, что машину в секунду не остановить, в качестве свидетеля вам не друг, а тот, кто сзади, всегда виноват. Поэтому трещина на бампере или перекраска капота – это повод для визита сюда. И через пару дней за весьма скромную сумму все будет сделано. Но если машина по каскам, то это однозначно повод приехать сюда, после того, как вы проценились в дилерском центре. Ну, за свои довольно быстро сделаете автомобиль, а потом получите экстра, так скажем, денежки. Потому что разница в цене – это 2-3 раза. Так что этой дельты вполне хватит на следующей каской, или на отдых, или на 10 конкретных посиделок, стирающих негативные впечатления о ДТП. Вы делаете, и у вас нету такого дебильного понятия, как норма часа, который присутствует на всех сервисах? Нет, такого нет, да. То есть, вот нужно сделать какую-то работу, которая ничем не нормирована. Ну, та же электрика. Вот этот жучок найти в машине, можно целый день искать, а может повезти, он через 5 минут найдется. Можно эту схему электрическую просто обойти или заново собрать. То есть, вот есть человек, который все это делает. И также можно спокойно, за недорого поменять диск сцепления. Ну, вот такие вещи, которые требуют и работы головой в том числе. Да, тут даже не то, что диск сцепления. Бывает на некоторые иномарки тот же тормозной цилиндр стоит очень дорого. Мы даже делаем, просто из наших отечественных деталей переделываем на иномарки.